Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен явлению электризации и понятию электрического заряда. А начну я его с простого классического опыта. Возьму пластиковую трубу, натрую ее шапкой и поднесу трубу к бумажкам, которые лежат на столе. И мы видим, как эти бумажки подлетают вверх и притягиваются к трубе. Это явление называется электризацией, а о трубе говорят, что она наэлектризована трением. Все слова с этим корнем происходят от греческого слова электрон. И это слово в древности означало в том числе и янтарь, который мог притягивать к себе мелкие предметы при натирании. В этом опыте мелкие бумажки можно заменить на крупицы поваренной соли и они тоже притягиваются к наэлектризованной пластиковой трубе. А теперь еще один опыт, который вам обязательно захочется повторить. И для него надо наэлектризовать не только пластиковую трубу, но и кольцо отрезанное от полиэтиленового пакета. И тогда вы сможете вот так поддерживать кольцо в полете и не давать ему упасть за счет сил взаимного отталкивания. И теперь, чтобы объяснить эти явления притяжения и отталкивания наэлектризованных тел, нам надо ввести понятие об электрических зарядах. И тут я передаю слово Алексею. На столе у меня приготовлены пластмассовые штативы с подвешенными на них гильзами из алюминиевой фольги, очень легкими. А еще есть две палочки. Это стеклянная палочка, а это пластмассовая. И я их буду натирать вот этим полотенцем. Я подношу натертую пластмассовую палочку к гильзе. Гильза на мгновение касается палочки, а потом отталкивается от нее. И я могу удерживать гильзу в отклоненном положении. Повторим тот же опыт со стеклянной палочкой. И опять, после прикосновения гильза заряжается и отталкивается от палочки. А вот если зарядить гильзу пластмассовой палочкой, а потом поднести к ней наэлектризованную стеклянную палочку, гильза не оттолкнется от нее, а притянется к ней. В следующей серии опытов мы используем две гильзы. Заряжаем их от пластмассовой палочки и они отталкиваются друг от друга. Нейтрализуем их рукой, сняв с них заряд. Заряжаем гильзы от стеклянной палочки, они снова отталкиваются друг от друга. А теперь зарядим одну гильзу от пластмассовой палочки, а другую от стеклянной. Подводим гильзы друг к другу и они притягиваются, потом соприкасаются и нейтрализуются. Многие ученые в 17 и 18 веке делали аналогичные опыты и пришли к выводу, что существует два вида электричества, которые они называли смоляным и стеклянным. Ну а мы из наших опытов назвали бы один из видов электричества не смоляным, а пластмассовым. А в конце 18 века Бенджамин Франклин, который внес огромный вклад в изучении статического электричества, предложил называть стеклянное электричество положительным, а смоляное электричество или пластмассовое отрицательным. И мы из наших опытов видим, что два положительных заряда отталкиваются друг от друга, два отрицательных заряда также отталкиваются друг от друга, а вот положительный и отрицательный заряд притягиваются друг к другу. И вот в нашем опыте, когда я натираю пластмассовую палочку, она получает отрицательный заряд. Я касаюсь палочкой гильзы, часть заряда перетекает на гильзу, она теперь тоже заряжена отрицательно, и эти два заряда отталкиваются друг от друга. И точно так же можно объяснить и все остальные опыты. В 18 веке ученые могли заряжать тела только с помощью трения, а мы сегодня имеем возможность сделать это с помощью вот такого высоковольтного источника, который выдает напряжение до 30 тысяч вольт. Зарядим одну гильзу от отрицательного вывода источника, вторую от положительного, медленно сближаем гильзы, они притягиваются друг к другу, касаются и заряды нейтрализуются. Сам Пиджамин Франклин считал, что от одного тела к другому передаются положительные заряды, но доказать это на опыте он никак не мог. И вот в 19 веке были уже изобретены электрогенераторы, электродвигатели, телефон, телеграф, электрическое освещение, но так и было неизвестно, какие именно заряды текут по проводам. И только в 1897 году английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии электрона отрицательно заряженной частицы. И впоследствии выяснилось, что неподвижная атомная решетка в металлах заряжена положительно, а носителем электрического тока являются отрицательно заряженные электроны. О носителях электрического тока в металлических проводниках мы поговорили, а теперь я хочу продемонстрировать вам, как работает электроскоп, простое устройство для регистрации статического электричества. На двух изоляторах трубках и поперечине закреплен металлический шарик. От шарика вниз опускается медная проволока, а на конце этой проволоки висит сложенная вдвое алюминиевая ленточка. Я сейчас натру пластмассовую трубку. Она зарядилась отрицательно. Я подношу эту трубку к шарику, и видно, что лепестки уже сейчас зашевелились. Теперь я еще так заряды посбрасываю на шарик, отведу, и видно, что лепестки разошлись. Но мы должны сказать, что электроны отрицательно заряженные частично перешли с трубки на лепестки. Теперь лепестки заряжены одноименно, они отталкиваются друг от друга. Чтобы разрядить, я просто коснусь пальцем, и этот избыточный заряд отрицательный через меня ушел на землю. Ну а теперь мы посмотрим, как действует 30 кВт на это же устройство. Подключил к положительному выводу, прикоснулся, и смотрите, как сильно разошлись лепестки. Ну, если говорить вот так детально, я должен говорить о том, как электроны утекали с этих лепестков, и, соответственно, лепестки зарядились положительно, и теперь они опять отталкиваются друг от друга. Но, в принципе, по жизни ничто не мешает сказать, что положительный заряд перетек на лепестки, хотя мы помним, что перетекали отрицательные электроны в другую сторону. И электроскоп показал нам наличие этого положительного заряда. В следующем опыте лепестки электроскопов присоединены снизу к двум металлическим шарам, а внизу на этих лепестках закреплены желтые флажки, чтобы все было лучше видно. И я заряжаю один из шаров с помощью высоковольтного источника. Лепестки на нем разошлись. А теперь я замкну шары металлическим проводником. И мы видим, что лепестки на одном шаре, который был заряжен сначала, сошлись, а на другом разошлись, потому что половина заряда перетекла с первого шара на второй. А здесь вы видите обычный школьный электроскоп. На верху стоит металлический шарик, и он соединен со скобой, а на скобе висит вот такая металлическая стрелка. И когда я заряжаю шарик, электрический заряд переходит на скобу и на стрелку. Они заряжены сейчас одноименно, и поэтому отталкиваются друг от друга. Этот электроскоп достаточно чувствителен. Я натер пластмассовую палочку, подношу ее к шарику, и отрицательный заряд перетекает с палочки на шарик, а с шарика на скобу и стрелку. Они отталкиваются друг от друга. А теперь я натираю стеклянную палочку. Она заряжена положительно. Подношу ее к шарику, и отрицательные заряды утекают со скобы и стрелки на палочку. Произошла нейтрализация. А теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса, и в этот раз он будет таким. Я опять натираю пластиковую трубу и подношу ее к шарику электроскопа, но не собираюсь его касаться. А при этом стрелка электроскопа отклоняется. Убираю, и стрелка возвращается в первоначальное положение. Давайте сделаю это еще раз. Подношу, убираю, и мы видим вот такое покачивание стрелки. Почему же оно происходит? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!